там да там это другой характер нрав и так по душе правда каждый под да у меня был минске я же в армии я служил за байкале да на точке ракетном комплексе но это степи кита ряда монголицкие такие ландшафт это все понятно я гонял на минском он был удобен если ты пропалился куда ты можешь вытащить из болота вытолкать а вот лишь например он уже тяжелый ты с ними справишься ты будешь плакать сидеть вот так степи возле него как вас зовут антон очень приятно владимир вот у антона чудесный мотоцикл и поскольку у меня охватила плавенная мечта опять вернуть эту старую привычку вот мне вдруг он так глядывался совершенно и по форме по стилю да да прекрасно я говорю что самое классно то есть она еще пять семь десять лет назад это могло стоить четыре пять это копить версу 25 фонда и ямахи ага сейчас это стоит три раза дешевле четыре и зачем эти баснословные деньги платить да у меня у товарища у меня ли товарища мастер сам ага этот сузуки литровый по моему сибирь да сибирь ну короче огромный мотоцикл который там вылетела перевалить его короткого пацана вот и чтоб только прокладки поменять уже шестьсот долларов ну да и поменять и тем более ну и тысячу кубов ну блин я не знаю там 12 литров да он там гоняет но зачем и спокойно то чисто семь с восемь это если человек ездит там мир между городами там с подола накрещать ну да чудесно конечно я на велике тоже катаюсь но я устаю это природа выезжает разогнаться там папа простором если ехать на юг там прямой дороге нет нет а а штаб я проведу я смотрел фильм про мать их у как называется минск конструктор а я понял они говорят что 1 125 как за один сезон делали в районе 32000 в 68 году компания 10 человек конструктора завода то есть когда проходил технические испытания фактически да они говорят чтобы мы было по кайфу поездить в Советский Союз они говорят что там чуть до Японии не доезжали потом возвращались в Москву обратно в Санкт-Петербург потом в Брест и говорят и это 125 понимаете ну то есть я на американском канале 60 Minutes встретил фильм про Вьетнам где описывается клуб любителей мотоцикла Минского Вьетнама и оказывается он там был насыщен и сейчас он стал ретро и какой-то национальной эмблемой национальной эмблемой и так было трогательно смотреть что остался где-то наш след реально в мире они конечно вокруг этого создали некий культ буквально религию их там 600 человек грубо говоря настоящий клуб то есть мотоцикл Минск в Вьетнам да мотоцикл Минск но не на русском нет да это американская 60 Minutes это CNN и там есть по-моему ну прогуглите вот да чудо ну круто типа ну правильно они же выпустили 4 или 5 миллионов мотоцикл на самом деле да с периода очень огромное количество он легко ремонтировался я никогда не стал к серьезным проблемам один раз в наводнение когда река Анон вышла из берегов и я фильтр залил я так глубоко ехал что воздухофильтр намок и перестал засасывать воздух как я туда была проблема я стою и он не заводится да я снял фильтр и все равно уехал я догадался когда вот меня страйк озарило как удар тоже самое у меня была похожая ситуация я поехал у меня жиклёр выпал в карбюраторе я отверткой смог его достать вытащить применять в болевых условиях можно ну то есть вы не посылали сигнал SOS вышли из пола да я же не американец кстати говоря может быть вам посоветую GPS трекер есть? честно нет но хочу сказать все теперь рассказываю у меня угнали 3 велосипеда вот таких же снаряженных за год и вдруг я понял ну я так угнали а судьба второй раз уже второй раз судьба а третий раз я думаю я сам дурак вот да и вот Антон я за 30 долларов первый раз я заказал что-то на Амазоне первый раз да я понимаю ну я сел утром и вечером я уже отправил заказы мне получилось вот делал customer вас заказ будет вот это трекер поскольку он мигает он сейчас активирован флешка стоит там да? там стоит сим-карта о сим-карта да сим-карта вот и его надо в раму как-то засунуть куда-то спрятать огоньки можно выключить понятное дело вот настроить его давать телефонную тревогу потому что у нее есть датчик там написано вибрэйшн от боксин как бы как бы два вибрации движения на самом деле один а теперь теперь как он позиционирует локейшн как работает вот значит итак смотрим есть китайский сайт бесплатный потому что связан с производителем этих девайсов они там массово производится в Китае значит вот его приложение на Apple 100 нажимаем EZ-трекер называется EZ-трекер EZ-трекер да никакой месячной абонементской абонентской платы не надо вот мы мы здесь стоим я понял а если ближе чуть ну сейчас мы все сделаем мы включим во-первых спутника и карты здесь гаражный кооператив какой-то засунут по-по-по вот мы стоим класс я значит ну и можете найти я в нем обзор сделал там мало смотрят но есть вот если вам интересно про трекер я вам просто но это надо я скажу это просто реально надо вот откройте youtube я вам просто назову канал и там есть недавно несколько недель да снимаете что-то да я снимаю видео разное такое это шикарно вот так зовут меня сейчас сейчас вы скажете мой ник да сейчас вам покажу вот 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 видите по сельсусу господи сейчас пи сельсус парацельсус но тогда уже когда я создавал ник это было это было забыть и забито и там мертвая голова ну как бы там нажмите нажмите найдешь это я буду есть вот это класс вот это вот и там в первом десятке где-то вот будет обзор этого трекера он длинный но там пролистаете границы более как бы уверен в том что это надо делать потому что действительно я тут у вас поставил мотоцикл там хранит потому что у вас будет чувство такое уверенности какое-то что вы его в течении десяти минут найдете да то есть во-первых он позиционируется по gps у а во-вторых у него есть второй способ позиционирования позиционирования по телефонную вышку ну знаете в здании то есть если вы по крайней мере точно найдете сточки сюда десяти метров вы будете знать район я понимаю и уже опросить свидетелей где-то так сам понаблюдать да все таки выйдет и все по частям сразу не будет надо убирать так что 30 долларов на этой неделе да что вы конечно приятно было с вами познакомить вы уже неудобно вас задержите а я еду тут занимаюсь если он добрый пункт да вам тоже все я обязательно добавился уже все ну отлично пишите к обед а я встречал саша приехал из киева это мой друг и мы едем в вышгород счастливо хорошо хорошо спасибо 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 Продолжение следует...